Добрый день, уважаемые посетители информационного портала улправда.ру. С вами Диана Кавелла и программа 100 вопросов. Сегодня с нами один из ведущих тренеров Ульяновска, пауэрлифтер, который читает Илиаду Гомера Сергей Серебряков. Сергей, добрый день. Мы с тобой знакомы не один день, поэтому давай сразу на ты. Я задам тебе 100 вопросов, ответы на которые могут быть как односложными, так и развернутыми. Готов? Поехали, не дрей. Итак, Сергей, подходит к концу проект пресса с прессом, где пухленький журналист Андрей Творогов и худосочный Виктор Щербаков пытались стать Аполлонами под твоим надзором. Что получилось? Пухленький чуть-чуть стал менее пухленьким, тощенький чуть-чуть стал попухлее. Что не получилось? Да, в принципе, все получилось за такой короткий срок даже больше, чем могли бы сделать, особенно у Творогова. Но Щербаков немножко, конечно, шалоберничал в питании, если точнее быть. Тренировки хорошо ходил, не пропускал, но мог бы быть результат получше. Они своими результатами довольны? Они, да, еще бы они были довольны. А считаешь ли ты себя красивым мужчиной? Да, нормально, среднестатистически. Скажи, какие, по-твоему, критерии красивого мужчины? Внешность? Внешность? Ну, чтобы не было живота, как у беременного, и чуть-чуть мяса, чтобы был сильным физически. Понятно. А какой должна быть женщина, чтобы ее считали красивой? Фитонежкой. Что это? Поясни. Подтянутая, стройная. Ну, все. Ты женат, Сергей? Да. У тебя есть дети? Двое. В какой форме твоя супруга после двух родов? Подтянутая. Ну, в общем, фитонежка. Понятно. Ты принимал участие в том, чтобы она стала фитонежкой? Ну, конечно. Расскажи об этом, пожалуйста. Пусти нас немножко в свою семейную жизнь. Ну, вообще, наверное, началось все тренерство именно с нее. Потому как отдавали одному тренеру, второму тренеру, результат нулевой, и пришлось самому заняться. И таким образом ты пришел в профессию? Ну, практически, да. Скажи, пожалуйста, много ли народу на сегодняшний день тренируется у тебя персонально? Около 30 человек сейчас. Кого среди твоих клиентов больше? Мальчиков или девочек, девушек, молодых людей? Наверное, девочек больше. А почему? Потому что я такой. Это не надо. Какой? Надо-надо. Хороший. Ну, не знаю, так получается. У девочек больше мотивации заниматься, чем у мальчиков. Мальчику достаточно машину дорогую, а на живот девочку уже не посмотрят. Есть он, нет. А девочке нужно быть красивой. Это ее единственный такой, ну, один из единственных козырей, который удержит мужчину рядом с ней. Что, какой эффект тогда произведет красивая девушка на дорогой машине? Боюсь, это неприлично будет звучать. Ну, тем не менее. Скажи, пожалуйста, теперь посерьезу. Ты с детства на спорте? Седьмого класса. Что это было? Первое, это каратэ было, Кикушин. С него все началось. Потом параллельно дзюдо осваивал пять лет подряд, боролся. Вот. Дальше, после армии еще немножко какое-то время занимался каратэ, и потом бросил в силу различных причин. И дальше уже вот мальчишки затянули в качалку. Хотя первый опыт у меня где-то в классе восьмом был с тренажеркой. Два раза я сходил, подумал, что это все ерунда, и дальше каратэ остался. Вот. И все. И потом параллельно с железом немножко бокса было на регулярной основе. Ты всегда был в хорошей физической форме? Нет. Смотря, с чем сравнивать. Так-то физически сильный, крепкий я был всегда, начиная после нескольких лет занятий каратэ. Но сам внешний вид был такой не очень-то. Какой? Живот. Вот такое лицо. Почему ты был таким? Ты же дзюдоист, боксер. Обусловлено питанием, скорее всего. Потому как кушал, как попал. В основном сладенькое, жирненькое, булочки, плюшечки. Поэтому и внешний вид был вот такой. Вот скажи, что было твоим любимым блюдом тогда? Макароны. А сейчас? Макароны. То есть получается, что... Ну, от макарон я уже отказался. Потому как не самое лучшее блюдо, и лучше их все-таки не кушать. Ты же сам только недавно говорил в эфире программы, что ты съедаешь пачку макарон в день. Да, было дело, но последние где-то недели три я уже не ем макароны. Что ты предпочитаешь макаронам? Гречка, чечевица, что у нас там? Перловка, овсянка, вот такие вот каши. Ты примерно можешь предположить, сколько килограмм еды ты съедаешь в день? Не примерно, а около трех килограммов еды в день я съедаю. С ума сойти. Здорово? Три-три с половиной. Вот так. Что ты себе позволяешь из вредной пищи сейчас? Сейчас ничего пока нельзя. Надо быть более-менее в форме. Ну хорошо, что наименее полезно в твоем рационе? Наименее. На данный момент? Нет таких продуктов. Сейчас строго. Как все? Как все скучно. Ну, иногда может быть шоколадка. А как ты считаешь, что важнее, эффектная внешность или аналитический ум цепкий? Я скажу так, если аналитический ум, то и внешность будет эффектной. И то, и другое важно в равной степени. Соглашусь. Одним из последних героев программы «100 вопросов» был Юрий Вяземский. Так вот, он не знает свой IQ, он не проходил тест. А ты проходил когда-нибудь? IQ, нет, не проходил. И вообще это большая глупость, это выявление посредственности среди посредственности. Поэтому это не показатель умственных способностей. И в Америке от этого отказались, как обязательно. Поэтому проходить тест на IQ бессмысленно вообще. Сколько лет твоим детям? Девочке 13, по-моему. Пацану почти 2. То есть ЕГЭ никто еще не сдавал? Ты сам не пробовал сдавать ЕГЭ? Это то, чем одержимы сейчас все выпускники? Нет, не пробовал. И опять же, это выявление средних каких-то показателей среди средних. Абсолютно бесполезная ерунда, которая приведет к полному отуплению наших детей. Это все. Да. Понятно. Ты владеешь иностранными языками? Нет. Не пытался? Нет, нет надобности пока. Скажи, ты доволен региональной властью? Как-то нейтрально не задумался об этом. Но она дает возможность тебе развиваться? Вообще да. Скажи, кто из чиновников, по-твоему, в хорошей физической форме? Не могу сказать, не отслеживал ни за кем. Ну и из тех, кого знаешь? Не знаю, никого. Как ты оцениваешь форму губернатора? Ну, худощав, а здоровье в каком состоянии тяжело оценить, видя только по телевизору. Взял бы ты его к себе в подопечный, в тренажерный зал? Да. И с чего бы начал работать с ним? С чего? С опроса по здоровью. Что болит, чего не болит и так далее. У тебя так начинается работа с каждым клиентом? Да, обязательно. Нужно знать, в каком физическом состоянии, какие болячки, хронические заболевания, что с опорной двигательной системой. Иначе без этого дальше как-то тренировать невозможно. Можно угробить человека. Поэтому сначала нужно узнать, в каком он состоянии тела. Скажи, пожалуйста, почему миллионы девушек не могут похудеть? Потому что не хотят. Неправда? Правда. Хотели, похудели бы. Ну, тут на самом деле более сложный вопрос. Не хотят однозначно. Если бы хотели, то бы знания какие-то появлялись бы в голове. А так без знаний, без понимания процесса вообще всего не похудеть. Невозможно делать то, чего ты не знаешь, как делать. А если желание есть, то ты всегда найдешь источник, где узнать. Либо у кого спросить, либо кто поможет достичь этого похудения. Вот это все. А почему у мужчин, которые считают, что они следят за собой, растет живот? Потому что едят как попало. Как попало? Ну, там не только с едой связано. Связано еще и с гормональной системой. С возрастом у нас снижается уровень гормонов. Соответственно, это тоже одна из причин большого живота. Давай поговорим про спортивное питание. Ты ведь в этом тоже спец. Это химия? Нет, это не химия. А что? Ну, если в частности взять протеин. Протеин вырабатывается, если брать сыворочные сыворотки молока. Это не химия. Там просто идет очистка, очищают от жиров, и от ненужных компонентов. Вот и все. Ну, понятно, что некоторые есть вещества, которые химические. Но химия, как таковое назвать, нет, это не химия. Это обычная еда, дополнение к основному рациону. Не более того. Можешь дать совет, как добиться с помощью спортивного питания результата и не навредить здоровью? Ну, тут неверный вопрос поставлен. Нельзя добиться с помощью спортивного питания результата. Ну, хорошо. Привести себя в эффектную форму? Ну, для начала нужно обычное питание привести в нормальное состояние. Этого будет более чем достаточно. И без спортивного питания. Для обычного человека, который хочет быть здоровым. Есть люди, которые вычеркнули обычное питание и полностью перешли на спортивное? Ну, нет. Я таких не встречал. Этого делать нельзя ни в коем разе. Окей. Кем ты мечтал стать в детстве? Директором большого завода. Завода по производству чего? Спортивного питания? Да. Не важно. Это без разницы. Лишь будет большой завод и директор. Почему? Ты не осуществил эту мечту или ты к этому идешь? Ну, все впереди. Сколько зарабатывает тренер персональными тренировками? Ну, по-разному. Ну, вот кто-то 10 тысяч, кто-то по 200. Знаю ряд персональных тренеров, которые до полумиллиона могут зарабатывать и зарабатывают. Поэтому все зависит от самого тренера. Ты доволен своей зарплатной планкой? Ну, она еще не достигнута. Того максимума, который можно выжить. А как у вас максимум? Ну, мне большой. Ну, до полумиллиона это было бы вполне так нормально. В год? Нет. В месяц. Зачем в год? Можно я пойду? Ну, 100 тысяч попробую проживить на 100 тысяч. Сколько у тебя в месяц уходит на еду? Около 20 тысяч. На что же ты тратишь? Мясо. Нет, понятно. Кроме еды. На что тратит тренер, кроме еды? Да, как все. Обычные люди. Ты любишь путешествовать? Да. Куда? Не важно куда. Важно, чтобы была какая-то историческая составляющая. Какое-то крупное событие, либо очень важное в истории событие. Вот что-то вот такое. Россия или заграница? И Россия, и заграница значения не имеет. У тебя есть любимые уголки России, зарубежных стран? Нет, такого нет. Я побывал в месяц, мне это достаточно. Второй раз я туда не захочу вернуться. Где ты был в один из последних разов, и что тебе запомнилось? Была, скорее всего, рабочая поездка. Не связанная со спортом, скажем так. Как это был завод-бразер по швейным машинам бытовым. Ты хотел построить завод по производству швейных машин? Такая задумка была, но в России на сегодняшний день это неосуществимо. Нету, скажем так, нет возможности для этого. Нет сырья. Вообще ничего нет у нас здесь, чтобы построить такой завод. Его проще построить в Китае, либо в том же самом Вьетнаме, Бразилии, где угодно, но не здесь, не в России. Следующий вопрос, Сергей, такой. Что может заставить тебя бросить спорт? Ничего. Здорово. Как ты восстанавливаешь силы? Сплю и ем. Этого достаточно? Ну, вообще, да. В каком городе ты родился? Город Ташкент, Узбекистан. Ты родился в СССР. В СССР, да. Что из того периода для тебя одно из самых ярких воспоминаний? Самых ярких? Ну, наверное, поездку в Алмату. Стадион, не стадион, не Део, как он там называется. Каток, не каток, до которого мы не дошли. Там тысячу ступеней надо было. Чтобы ты не смог преодолеть тысячу ступеней. Я еще маленький был. Так бы смогли, мороженое бесплатное давали, как сказали, но не дошли. А ты любишь Ульяновск? Здесь, скажем так, есть что посмотреть, есть что такого интересного, но это все в таком запустении. И пока что Ульяновск-то такая, как бы помягче сказать, не лучшее место для жизни, к сожалению. А если бы у тебя была возможность что-то поменять, с чего бы ты начал? Я бы отреставрил все исторические улицы полностью, запретил бы там движение автомобилей и сделал бы пару улиц, исключительно где магазинчики, кафешки и ни одной машины не должно быть. Выложить бы лыжником и вот именно для таких вещей, да, пешеходные. Как в Казани, Баумана. У нас здесь вот федерация, можно так сделать. Сереж, ты следишь за новостями в средствах массовой информации? Нет. Почему? Там ничего такого нет. А как ты следишь за тем, что происходит? Новые тренды, события? Хорошие, не очень? Я не верю в средства массовой информации, поэтому ту информацию, которую дают, для меня она не имеет ценности. Ты бываешь в интернете? Да. Что ты там делаешь? Отслеживаю конкурентов. У тебя их много? Ну, есть, да. Они сильные? Я думаю, что да. Я знаю, что ты в каких-то переписках вступаешь в конфликт с тренерами в других клубах. Почему? И зачем тебе это? Просто в одном из выпуски пресс-прессы мы, мягко говоря, не очень аккуратно отозвались о кроссфите. Ну, естественно, задели кроссфитеров. Ну, и все. Вот они меня начали писать. Я им объяснил свою позицию, почему я так думаю. Они, к сожалению, не совсем да понимают, чем занимаются, что делают. И когда я их пригласил за чашечкой чая либо кофе высказать свою позицию с точки зрения науки, почему так и не эдак я со своей позиции, то в ответ услышал, что они только практики привыкли потеть в зале, а голову включать не получается у них. Ну, не боишься, что кроссфитчики соберутся дружно и побьют тебя? Пускай. Пускай, нет, не побьют. Пускай приезжают. Я буду ждать. Ты бросил им вызов? Бросил, да. Но они сразу глупости какие-то начали предлагать. Приезжай, мы тебе комплекс этого дадим, мы тебе комплекс этого дадим. Приезжай на соревнования, посмотришь. А толку? Ну, не выполню я этот комплекс. И что это скажет? Что? Что я слабый человек? Либо не вынос, либо еще что-то. Дайте мне 2-3 месяца, я подготовлюсь к этому комплексу. Если у меня, конечно, будет желание это сделать, я его сделаю. Это любой может, если здоровье позволит. Но это не показатель. А речь шла о том, что для оздоровления кроссфит вообще никак не годится. Они даже, похоже, не понимают, в чем разница физкультуры и спорта. Как спорт, кроссфит очень зрелищный, хороший, такой интересный спорт. Но для оздоровления и для общих масс его внедрять, ну, это большая глупость. Это убивание здоровья 100%. В клубе, в Венце, где ты работаешь, кроссфит популярен? Его там, по-моему, нет. А откуда были те тренеры, с которыми тебя противоречит? Я, честно говоря, даже не знаю, не стал узнавать, с какого клуба они... Скажи, ты сдавал нормы ГТО? Нет. А как ты думаешь, сдал бы? Надо проверить. Вполне вероятно. У нас в городе есть такая возможность, спартаке на железной дивизии. Ну, можно будет попробовать. Скажи, ты сейчас читаешь что-нибудь? Ну, в основном научную литературу, связанную с профессией. Скажи, почему качков тяжеловесов считают не слишком умными? Ну, это непонятно, откуда такой стереотип появился. На самом деле нет никакой зависимости от занятия спортом. Глупый человек, либо умный. Это все от мозговой деятельности. Уже зависит конкретно непосредственно индивидуума. Как ты питаешь мозг? Читаю литературу. Ну, вот меня тут заставили читать Элиаду, Гомера. Это тоже хорошее, скажем так, занятие для развития головного мозга. Чтобы к старости он не был полоумным. Сергей, а есть ли в Ульяновске заведения, где кормят правильным питанием? Не знаю, я в кафешках не кушаю. Почему? Я им не доверяю. Во-первых, тяжело отследить количество поступаемой еды, качество этой еды. А развита ли в современном мире культура питания, как ты считаешь? Думаю, что нет. Чего не хватает? Денег не хватает у людей, чтобы кушать нормально. Правильное питание – это дорого? В целом, да. Потому что нужно мясо же кушать. И причем мясо должно быть разнообразным, в том числе и морепродукты. Пускай его будет немного, но оно должно быть постоянно разным. Не каждому по карману. Допустим, я если килограмм, ну, не килограмм, грамм 800 мяса я в день съедаю. В день. То не каждый сможет позволить себе столько съесть. У тебя, Сергей, много поклонниц? Это в каком плане? Девушки, которые смотрят на тебя с вожделением. О, я не знаю даже. Не обращал внимания. Мне кажется, мужчины всегда обращают на это внимание. Ну, нет, неинтересно. Неинтересно, но покраснел. Тогда скажи, какой совет ты мог бы дать мужчине, который хочет увеличить число своих поклонниц? Убрать живот, сделать пресс с кубиками, немножко грудных, чуть-чуть ручек и пошире спину. А с мозгом как обстоят дела в этом? Ну, это неотъемлемая часть, потому что все-таки нужно поговорить еще о чем-то. Ты скажи, пожалуйста, служил в армии? Да. Что-то помнишь из армейской жизни? Помню. Как там обстояли дела с физподготовкой у тебя? Я попал в самую разруху, никак не обстояли. Был один турник, было пару гирей и все. Больше ничего не было у нас. Сына в армию отправишь? Нет. Нормальная позиция сержанта. Сержант же ты? Младший. Младший. Нет, ну, сейчас пока не знаю, не мониторил, как вообще проходит служба, но то, как я служил, ну, ничего не будет такого нормального. Да, может быть, самостоятельно стал, но нет, бессмысленная трата времени. У тебя есть хобби, Сереж? Хобби? Спорт, наверное. Это работа. Работа моя. А хобби – это, видимо, еда. Хобби – это неотъемлемая часть поддержания жизнедеятельности организма. Сейчас индустрия красоты предлагает мужчинам массу услуг. Каким из них прибегаешь ты? Никаким. Ну, постригся только. Ты сам ее стрижешь? Нет, я вхожу в хрик... То есть барбершопы в твоей жизни есть? Ну, парикмахерская. Парикмахерская. Да, барбершопы, да. Брови, маникюр, педикюр? Нет, этого я не делаю. Массажи? Спар? Массаж однозначно, но спортивный. Добрую половину услуг, в принципе, приемлешь. Нет, вообще это нормально. Мужчина должен быть ухоженным, он не должен быть, как обезьяна, грязным и вонючим. Ты обращаешь внимание на красивых мужчин? Ну, красивое такое понятие... Ухоженным. Ну, наверное, да. Потому что мужчина, он сразу мужчина. Но от мужчин он не красотой должен веять, а духом, силой. Очень многие мужчины с тобой не согласятся. Ты как относишься к метросексуалам? Это кто? Метросексуалы? Это мужчины, которые очень много времени посвящают своей внешности. От реснички до пяточки. Нет, это девочки. Мужчин должен другими делами заниматься. Какими? Больше. Ну, добывать ресурсы – это основное наше предназначение. А не красоваться перед зеркалом и красить брови. Ты считаешь себя, Сергей, эгоистом? Да, я большой эгоист. В чем это проявляется? Ну, да во всем. Но мой эгоизм, он такой положительный. Мне должно быть хорошо, а мне хорошо будет, когда все вокруг хорошо. Хватает ли твоего внимания близким? Думаю, что нет. Ты работаешь в этом направлении? Времени на это не хватает. Есть сейчас цель, ее нужно достичь, а чтобы ее достичь, нужно много времени потратить на работу, скажем так. Ты есть в соцсетях? Да. Что тебе это дает? Да пока ничего такого. Зачем тебе аккаунты? Они тоже отнимают время? Отнимают, но есть подозрение, что какое-то чего-то они приточек дают. Но если так брать статистику, то незначительные. И пока есть они, пускай будут. Сергей, в каком возрасте мужчины и женщины должны жениться, на твой взгляд? Мужчины не раньше 30 лет. Девочки лет 25-24, вот так примерно. А сколько в семьях должно быть детей? Каждый сам решает. Ну вот идеальная семья по версии Сергея Серебрякова. Сколько в ней детей? Двое-трое, точно. Одного мало будет, однозначно. Какова в семье миссия жены и мужа? Жена, хранительница, очага. Что ты включаешь в это понятие? Дом, детишки. Вот это ее задача. Порядок, уют, поесть приготовленное. Вот ее задача. Муж? Муж, ресурсы. Обеспечить семью полностью необходимым. Почему сегодня так много разводов? Потому что нас не учат, как быть мужчиной, как быть женщиной, как общаться с противоволожным полом. Нет этого вообще. Поэтому мы не понимаем, зачем мы его вообще. И какова же главная ошибка мужа и жены, экс-мужа, экс-жены? Главная ошибка. Их много, может быть. Не смогу сейчас сформулировать, какова. Хорошо. Ты употребляешь алкоголь? Нет. Совсем? Совсем. Твоя жизнь не кажется тебе скучной, как много? Нет, она наоборот стала интереснее. Намного причем. Ярче, вкуснее. Поэтому нет, алкоголя нет. Ты любишь кататься на велосипеде? Да. Часто обращаешься к врачам? Нет. С чем обращался в один из последних разов? С травмой колена и плечевого сустава. Если бы ты не был тренером, кем бы ты работал? Директором. Завода. Завода, да. Курица или яйцо, Сергей? Кто первее? Кто вкуснее? Кто вкуснее. Любая трактовка. Ну, курица, яйцо. Расскажи, Сергей, о своих профессиональных планах. Сейчас совместно с торговой маркой Ставер планируем построить площадку, точнее площадка воркаут. Набор турников, брусьев планируется, где мемориальный центр, либо площадь Ленина. Этот вопрос уже по месту решается с Министерством физической культуры. Место нам обещали выделить. Сейчас ждем ответ. Я думаю, что в скором времени появится данная площадка. На ней мы будем проводить абсолютно бесплатные тренировки, какие-то показательные выступления турникменов, турникменов, так злостно ненавидящих качков. Будем приглашать каких-то звезд фитнеса. Будет, в общем, весело. По выходным регулярно. Так что... Это летний проект? Да, это летний проект. Ну, может быть, и зимой что-нибудь тоже там придумаем. Уверена, у вас все получится. Да. Сереж, ну и, пожалуй, финальный вопрос я задала бы такой. Сейчас тысячи выпускников Ульяновской области, миллионы по всей России стоят на пороге взрослой жизни. Какой бы ты совет мог дать им, собственно, от себя? Мальчикам стать мужчинами, научиться зарабатывать деньги и менять их на все необходимое грамотно. Девочкам быть женщинами красивыми. Это важно. Ну что ж, Сереж, ты интересный собеседник. Позвольте мне в конце нашей программы подарить два журнала «Мономах». Это краеведческие журналы. Они приблизят тебя, сделают тебя ближе к чистоте речи, с чем у тебя, в принципе, не так много проблем. И к истории Ульяновского края. Спасибо тебе за эту беседу. Это была программа «100 вопросов». До новых встреч на информационном портале управда.ру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин